Она, одна, она влюблена, а мне, как всегда, ее нежность не нужна, и уходит от меня, и уходит от меня, нелюбимая, нелюбимая моя. Привет! Я разработал новую методику, которая позволяет освоить вокал самостоятельно в домашних условиях для исполнения любимых песен под гитару, фортепиано или любой другой инструмент. Я начал разрабатывать данную методику, так как люди начали спрашивать, Раиль, как научиться петь? Как научиться петь любимые песни под гитару? Ты вот нас научил играть на гитаре, ну а как же научиться петь под гитару? И ведь действительно, играть на гитаре это одно, а петь под гитару другое. Это намного интереснее, на мой взгляд, так как нет границ, и ты можешь исполнять абсолютно любую песню. И я задался вопросом, почему же гитару освоить легче, чем научиться петь? Почему люди кругом играют на гитаре, а не поют? Хотя человеку свойственно петь, свойственно. Почему же вокал так же легко не осваивается, как и гитара? Я перечитал различные учебники, которые учат тому, как петь. Посмотрел очень много различных вокальных уроков на ютубе и, знаешь, пришел к выводу, почему ты до сих пор не поешь. Во-первых, потому что эти уроки на ютубе разрознены. То есть информация вообще разбросана. Здесь чуть-чуть информации про дыхание, здесь про упражнения. Ну а связь между всеми частями, составляющей вокал, нет вообще. Второе, это много непонятной информации. Человек открывает книжечку и видит информацию о диафрагмальном дыхании, о резонаторной полости, о вибрации голосовых связок. И новичок не понимает, о чем это люди, почему так сложно освоить вокал, зачем эти сложные термины нужны. И, конечно же, у человека пропадает желание осваивать вокал. Ну и третье, самое интересное. Эти учебники и видео вообще не учат петь. Они, да, дают теорию, дают какую-то информацию, показывают примеры, но они не учат петь. Человек не понимает, как управлять голосом. Человек не понимает, вообще есть ли у него голос, как петь и петь любимые песни. Вот, включает он любимый трек. Он не может повторить то, что там делает артист. Но как это сделать? Это ни на ютубе, ни в книжках не рассказывается, не дается. Поэтому я подошел к этому вопросу очень ответственно и начал разрабатывать методику, которая могла бы помочь абсолютно любому человеку, который решил освоить вокал. Чтобы это было легко, это было в домашних условиях, взял и научился петь. Потому что я вам говорю, петь легко. Это должно быть в удовольствии, это должно быть легко, еще раз повторюсь. И прежде чем я приступлю к записи данного видеокурса, я хотел бы, чтобы ты мне помог сделать этот курс действенный. То есть, просто ответь на вопрос, какие сложности у тебя возникают, когда ты осваиваешь вокал. Ну, пробуешь освоить вокал в домашних условиях. Когда пытаешься спеть ту или иную песню. Когда пытаешься разобрать, что поется в песне, как это поется. И когда пытаешься спеть песню целиком. Какие трудности возникают? Напиши, пожалуйста, это все в комментариях. Давай вместе сделаем настоящий, полноценный, действенный и практичный курс. Пока. Группа Кови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой тропе. Не остаться в этой тропе, пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Я знаю точно, растает лед в тиши полночной и долго запоет. Я без тебя ни живу, ни пою, лишь о тебе мечтаю. Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Субтитры создавал DimaTorzok